всем привет бандиты и вольные сталкеры с вами как обычно я сталкер баннерщик это stalker онлайн на spb сервере продолжаем выживать я наконец пробежал на гурмана решил артефактами поторговать но тут таких желающих продать артефакты дофига и больше в общем бесполезняк все это дело артов как говорят везде полно даже на окрестностях но я решил все эти артефакты ученым сбагрить за очки торговли на везувий вроде не дают да мы на окрестностях бегаем все равно туда нужно идти и попробуем то продать но я один контейнер выставил на доску не знаю дорого недорого пусть пока висит большие контейнеры сейчас я смотрю подорожали но вот самый дешевый продан с артами 2 миллиона 100 но я вот на него ориентировался выставил свой его за 3 миллиона ну там экраны гамма может быть кто купит посмотрим то есть экраны грубо говоря по 200 тысяч за экран может быть дорого может быть нет пусть висит в общем решил побегать по местности выполнить местные квесты а то мне вот накопилось это любить и окрестностях все квесты оттуда хочу вниз не двигает недоработка для начала справка прививки нужно в любишь бегать так как мы пойдем к ученым на окрестностях но надо там задание какие-то делать а пока справку получим нифига значит короче в город любишь ладно понятно собрать по крупицам это понятно арахнид вот все равно пойдем к ученым рано или поздно нужно собрать образцы пауков так скальные пауки по длине лэп третьего вида я пучков то убивал но образцы не собирал то есть убийство меня засчитались как да я помню я убивал там засчитывались а вот образцы не собрал попробуем паучков тут пострелять ну по местности побегаем короче пучков нафигачить а там посмотрим так расспросите марио к пауках это понятно первые кулинарные уроки блюд на два пальца не работает нифига пробуждение деда максима это квесты для ждунов не для меня судьба кисла вот кстати надо будет рассказать я же везде был как бы обновился какой стомная новая линейка расскажем так татарину сухпа я взял аномальный рюкзак он у меня давно валяется бинты охотники для братьев во к белым мы сейчас как раз пойдем туда паучков стрелять 10 мохов с фагном и 8 стерильной ткани вот где взять стерильной ткани не знаю вот давай-ка мы вот это отслеживать поставим все твои детали это на транзистор данной с окрестностей так оперативной сводки у капитана шперлинга и забрать оперативной сводки у андера как подожди все равно на окрестности придется бегать туда на выселке андер же там вроде стоит то есть он свое положение менял а вон как и воду превратил вино так это у нас болотник на острове бандиты все так пластиковую канистру и принесет бабу днику давай поставим лесной шум это посетить наблюдать и ждать миха кругу лов мы туда пойдем так неспокойно кладбище а отчеты муж собрали так поиски странного stalker но это по базам пробежаться но почта горелый кстати давайте зайдем посмотрим где горелый сидит тушенка и хлебушек через час уже просто земля о это тоже нужно в общем идем в сторону белых только для белых нужно добыть 8 стерильной ткани стерильной ткани так понимаю крафт давайте посмотрим где это вообще есть у меня такой крафт стерильной ткани так рецепт очистки не стерильной ткани нету у меня такого даже рецепта пойдем посмотрим на доске продается ли стерильная а может быть у меня валяется может быть какие-то вещи превратились стерильной ткани о ее мое ты куда давай посмотрим стерильной ткани да навряд ли конечно вот у меня такой ткани почти 6000 резиновая есть ткань президент стерильной нет как-то наверное ее нужно крафтить как пока не знаем значит этот квест пока откладывается но может быть на доске на доске недорого стоит мы купим можно попробовать давай посмотрим вообще продается ли она стерильная ткань 4 штуки по 31 час но недорого но мне надо больше ван давай купим значит этот квест пока бинты охотники для братьев откладывается не можно конечно взять 10 х он частями возьмет интересно мог то у нас есть где-то был запасе мог помог давайте штук возьмем все равно нам туда бежать и посмотрим возьмет ли он частями так а стерильная ткань вот стерильная ткань у меня надо еще столько же ладно пусть лежит так в итоге пойдем паучков тогда постреляем попробуем добыть них я помню первых паучков мы убивали вот я только пулемет единственно не взял но мы можем сбегать к бандитам там у меня калаш лежит я в этот раз решил сразу на гурман топ так татарин тогда пока не отслеживать мы лучше вот почту горелый поставим чтобы не забыть что к нему зайти на посмотреть горелый я примерно знаю в какой девятиэтажки вроде говорит на последнем этаже там тусуешь он туда залез блин фиг его знает так ну что у нас утро я поэтому входку пошел на пока темно блин нифига не видно давай-ка мы фонарик лучше экипируем хватит бегать по зоне надо и полюбить побегать немножко но может быть уже все более-менее работает но с грибами я не проверял ну вот это не с грибами кухню гурман там вроде говорят не работает про два пальца вот я вспомнил название два пальца сквозь называется броневую постоянно писали очок вось на два пальца не работает очень работает а то и как про пройти его так что не починили но обещали вроде как бабу одно в конце недели ну там исправят может быть исправить это будем проверять а пока смысла нету пойдем попробуем какую тяжелезу там там уже белом сходим пластиковая канистра у меня где-то было так кучки вот я помню где-то здесь пучку стрелял здесь около химических отходов плюс кабанчиков можно покошмарить и мне как раз один паучок засчитался но в убийстве но я их не разделал тогда я кстати уже почти 480 этих набрал разделанных туш мутантов не осталось еще ну чуть больше половины будет тысячи я смогу один перк открыть в общем-то окажется до 1000 мутантов разделать но это если прям вот задаться целью их разделать а если ты просто бегаешь выживаешь в зоне и со временем она накопится но почти половина накопилось а я-то особо как бы по кд-то и не фарм этих мутантов ну бегу немножко убиваю их что я думаю неделька-две и спокойно открою вот ага вот с обыском у меня конечно посложнее но ничего посмотрим вот вот они скальные пауки да ладно блин в окрестностях умер бывает надо это пулемет было сразу брать я затупил пучки же это раньше это просто привычку еще 2 действует о спички потерял раньше как пучки но особо не страшный блин бегаешь они там те же лет хоть даже а тут сейчас бац бац и все и ты каюк тебе все бафы потерял я тут перед походом поел блин вот почему бафы положить не остаются мы же типа не умерли да как это предподносит а типа потеряли сознание то есть отрицательный отрицательные остаются ну типа мы не умерли можете потеряли сознание а положительность летают то есть когда с положительными в общем игра в одни ворот я думаю эту тему поправят или сделать чтобы отрицательно также спадали как и раньше или сделать что положительные тоже после смерти не терялись то есть ну так и не должно работать я понимаю для чего это сделано но это блин это но мне просто нет слов без моты как тут сказал ладно попробуем все-таки паучков добить там их вот как раз попал но это вроде скальные пауки как раз таки черный там с крестом и вот надо добыть оттуда ну ладно будем еще лопать а то наелся наелся бац умер и все бафы слетели сделайте чтобы отрицательных тоже слетали будьте честными со своими игроками раз слетает положительные то должны слетать и отрицательные как раньше зачем издеваться над игроками я не понимаю зачем вот это блин насильно что-то заставлять делать то есть не хотят покупать а а если не будут покупать мы отрубим им газ да вот примерно по такой блин политики тут все и работает не хотят покупать закрутим гайки ну блин но это не не подход они пробовали по-другому не хотят покупать сделайте такое предложение чтоб купили чё за фигня блин будьте более лояльны к своим игрокам и игроки так вам потянутся а так конечно постоянно закручивать гайки кто вас будет любить о железа так у меня на я так понимаю квест вы какой-то нужен да так давай мы бинты не отслеживать а вот арахниды поставим отслеживать ох ты блин полоса прокрутки явно нужно так лучше наши пучки исчезли которых мы тут на фигачили к сожалению да но может быть есть еще какие живые эй выходи биться будем так давай карту посмотрим вот по квесту белых через час уже просто земля ну давай сходим туда а на обратном пути все равно возвращаться может они появятся и кабанчиков конечно полутаем не стоит забывать что скоро скоро может быть откроем перк на тысячу разделных мутантов ну кто-то говорит что вообще можно не заморачиваться пойти туда где много крыс и понемножку их лутать ну да я вот про это и говорю если тебе прям вот нужно что-то прям быстро поднять ну куда торопиться прокачаться если только дальше ну ладно согласен так вот а так ты будешь бегать почти по зоне выживать и со временем сама все получится но если прямо не терпится прям быстро быстро надо туда сам оптимального пасту дудочника не значит сейчас крысами собак там около стадиона там их куча настреляла режь их в удовольствие правильно вот тебе быстро принципе наберется чё там крыс шлеп 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 но только это нудно скучно и неинтересно но каждому свое как говорится ладно у нас рассвело утро немножко я утра не дождался ладно одеваем шлем фонарик нам уже не нужен я думаю вот это вот это нужно убрать да может быть сделают чтобы сворачивался было прикольно да тогда может не быть видно сколько ты собрал ну если прям совсем уж прям доводить дома надо сделать так чтобы она сворачивалась но те предметы которые нужно собрать они как бы оставлялись то есть оставлялась название и вот это вы собрали вы собрали вы собрали то есть чтобы ты визуально видел сколько-то собрало хотя это тоже не обязательно в чате же отображается То есть, да. А вот сворачивание квеста, чтобы оставить только название. Ну и прокрутку, конечно. У длинных, видите, не хватает. Вот это бы, конечно, хорошо. Так, здесь, около деревни Белых, чуть дальше. Я знаю, тоже пауки есть. В общем, будем всех подряд пауков фигачить и попробовать добывать с них. Я так понимаю, с первого раза не добудешь. Там же она квестовая должна быть. Вот эта, да? Железа. Не ту, которую мы добыли, а квестовую. Боевая. Ух ты. Но мы потренируемся на местных паучках, вот которые вот тут были. Назад побежим, они по-любому появятся. Добудется, когда мы посмотрим, какая она, как она выглядит. И тогда уже будем за стальными охотиться. никого нет. Плюс еще около Имарёка. Там коконы где? Там еще сказали полазить, да? Но мы туда, в ту сторону пойдем, я хочу в татарину сходить, сухпайму отнести, потом канистру. Да блин, вроде падают шкуры, я не знаю. Но говорят, их порезали не так уж часто. Ну вот, видите, как пара-трой кабанов шкурят. Но все равно, как мне кажется, сейчас, даже если вот их порезали, они намного чаще падают, чем раньше. Ну вот, две шкуры. Чем раньше с кабанов. Я вот постоянно квест делал на болотах. Ну там, где нужно 10 шкур принести. Со шкурами Ё-моё, мелкие пучки собачек и схитивный взрывок проблем никогда не было. А вот со шкурами кабана вот даже сам бегал, стрелял, ну там, блин, из 10 кабанов, ну может быть, одна шкура, и то не факт. В общем, очень редко падал. Сейчас намного чаще падает. Кто бы что ни говорил. Правда, этого квеста вроде уже как бы нету, но я, по крайней мере, хотел взять его, диалога не было. Может быть, сейчас уже исправили, появился. Кто-то говорит, что вроде есть он. Опять на болото надо. Да, я у Татарина был всего лишь один раз, но когда вот только-только зона изменилась, так пробежался. Ну вот, железа. Не, ну это просто железа, это не квест. Но будем пилить, пока не добудем квеста. Я думаю, она тоже не с первого раза выпадает. Или все-таки образец паутины жили. Нет, видите, по нулям. А может быть, этот квест тоже не работает? Да. Тут фишка еще в том, ты можешь собирать-собирать, а квест, допустим, не работает. И ты фиг его знает. Или ты неправильно собираешь, или просто он не работает. То есть мы тут в такой ситуации страшной такой находимся, страшной, неприятной находимся. То есть не можем понять, кто виноват, ты или хозяева зоны. Ну, ты, конечно, по умолчанию не виноват, ты просто можешь неправильно что-то делать, но ты не узнаешь. Это как деда Максима искали. Да? Давно-давно был квест, но он всегда был. На старом персе еще. До вот этого изменения зоны. Многие сталкеры искали, бегали его. А он просто был не до дела. Сейчас он вроде как появился, этот дед. Блин, вот надо ППШ на инфяк. По окрестностям побегать, посмотреть, как ППШ сейчас идет. У меня есть в загашнике ППШ и куча патронов. Вот чисто взять место саги ППШ, вот когда по окрестцам бегаю, ну, прибежал на гурман, передал оружие. Сейчас, кстати, это вот актуально. Раньше можно было взять калаш и с калашом везде бегать. А сейчас вот идешь в какую-то местность, в какую-то другую локацию, взял один ствол, куда ты идешь дальше, или еще в другое место, взял другой ствол. Вот я бы сейчас пулемет, конечно, поменял бы на тот же самый ППШ. Но ППШ у меня у другого сталкера, а тот сталкер у меня по зоне броет. Да ну, вас... Нафиг! Вот тут ППШ бы прям было бы зачетно. Хотя пулик тоже нормально рассекает, но... Да, заберем у того сталкера ППШ, и будем, когда бегать на окрестностях, будем брать с собой ППШ. Не место Сайги, а вот место калаша. Просто попробуй. Мне кажется, должно прям нормально. Ну, или место Сайги. Так, ладно, разделаем паучков. В общем, у нас сегодня такая ходка. Нарежем, пилим. Не все время, чтобы по каравану бегать. Нет, мы тогда еще вернемся, только надо артефакт избагрить, контейнеры полностью заправить и рвануть туда-то. Я все-таки хочу найти каким Дельта и Эпсила. Вообще, посмотрите, есть они там или это такое же чудо света, как и раньше. А я вчера торговал на Грумане. Никто, в общем, не купил там желающих. Продать тоже, купить нет. А вот Дельта, подушки спрашивали, есть Дельта подушка? Нет. Откуда? По слухам, сталкер говорят, что всякие вот эти Дельта, Гамма, то есть, ой, вернее, Бэшки, Гамма, лишь самые стабики и экраны и резины можно найти на окрестностях и в этом на Везувии. Ну, а вот Дельта. Может быть, Дельта можно будет найти где-нибудь на караване. Я никуда не тороплюсь, поизучаем еще зону, побегаем. Ладно, мы в Деревне Белых. Тут вот нам нужно вот по этому квесту. А, тут кажется, если я не ошибаюсь, надо... Так, сейчас мы найдем где... Вот, сейчас уже просто земля. Нужно заманить кабана на северную грядку и убить его там. По словам ветеринара, это не жертвоприношение, а удобрение. В общем, кабан. Маним кабана туда и там его кошмарим. Надеюсь, мы найдем кабана. Заманить его и убить именно там. Сталкер тоже кабанов? Вот, типа, на северную грядку. Сюда, да? А как его заманить, как тут все? Ух ты, блин, задача не из легких. Он же не перепрыгивает через преграды. Как его сюда заманить? А может быть, вот эта грядка? Короче, где-то здесь, да? А, ну вот. А вот и кабан. О-ка, иди сюда. Так, на грядку, на грядку. Не засчитался. Блин. Нам было дальше выманить. Не засчитался? Не, а. Слишком близко. А может быть, это молодой кабан? Кстати, это да, молодой кабан был. Может быть, нужен обычный кабан? Ну ладно, пойдем кабанов приманивать. Я думаю, тут должны быть. Вон там что-то. Это же кабан. Кабан, а что он там делает? Так он мертвый. А, так он мертвый. Я думаю, он живой. Это ближе, наверное, да? Мы слишком далеко вы убили. О, да тут кабанов. Сейчас мы их закошмарим. Так, давай-ка сюда. Все сюда. Ну, может, правда, сюда вот надо замарить? А я на это их убиваю. Да вроде северная. Как он все запрыгнет? Тут все закрыто. А может быть, кабан другой нужен? А может быть, это вообще тема не работает? Вот понимаете, сколько может быть, и мы не знаем. Правильно мы делаем, неправильно. То есть, если бы мы 100% были уверены, что это работает, да. Тогда мы бы искали пути решения. Другого кабана, там, другая грядка. А так, действительно, это может тема не работать? А мы тут бегаем. Это как с едой, да. Готовишь, готовишь, думаешь, да что такое? А, тут просто не работает. Поэтому сейчас квесты выполнять, блин, это только головная боль. Но попробуем все-таки. Ну вот, вроде, смотрите, вот, в круге мы, да, убили его? Вот в круге мы стоим. Но это, опять же, молодые кабаны. Может быть, нам нужны взрослые кабаны? Ну, то есть, кабаны, прям кабаны. А может быть, их тут нет. Пойдем искать. Ну, я сильно пыхтеть не буду. Сейчас еще парочку приведу подальше чуть-чуть. Попробую завести вот туда, через забор. Если не получится, да... Пойдем дальше по своим делам. Вот прям... Делов-то, да? Белый полоумный сит с фонариком. Ладно. Кабанчик, выходи. Надо еды понаготовить, чтобы у нас перегруза не было. Вот это еда нужная. Хоть чуть-чуть, но прибавляет. Какой бы нам еще еды съесть? Ну, давай вот эту сюда поставим. Тихо кабанов закошмарили ради шкур. Сталкер, вон, арты. В общем, нет кабанов. Ну, нет так и нет. Не будем, значит, париться. Правильно? Правильно. Давайте возвращаться в деревню белых. Попробуем отдать 10 мха. Не знаю, возьмет ли частями. Какие-то задания можно частями приносить. Какие-то надо сразу. Возьмет хорошо, нет? Ну, нет так нет. Будем отсюда сваливать. Я думаю, паучки там уже появились. Тут вот на окраине деревни белых, я знаю, куча паучков. Попробуем там пострелять их. Ну, такие побольше пауки. Не маленькие, вот побольше. А может быть что-нибудь выпадет. Если нет, то пойдем обратно. На гурман там уже канистру возьмем. Горелому сходим. В общем, сюда мы так забежали. За калашом, конечно, бы сходить. Но это далековато. Ну, как далековато? Ну, не по пути нам. Это он к бандитам. Так, а у кого мы квест взяли на этот? Сейчас мы посмотрим. Бинты для охотника. Ветеринар. Так, а где у нас ветеринар сидит? Давай смотреть. Тимка, капитан, коробочка. Где-то здесь, короче. А, да, там же это. В больничке он сидит. Сюда не пускают. Сюда не пускают. Принес факт. О, отлично. Мог, взял частями. Но раньше белые тоже частями брали. Так, насчет работы. Ясно бывает, нет. Внутри услуги. Продажа свои лекарства. А то что? Заправка. Тот-то. Так, а давай купим это другому сталкеру. Да, чтобы он изучал. Точно. А, ну вот у белых продается. Противоядие. Ну тоже за очки торговли. То есть на болотах продается и у белых. Ну все, можно отсюда сваливать. Больше нам тут ловить нечего. Зайдем еще посмотрим, какой тут станок. Многие сталкеры. Какой-то станок еще? Не знаю, механический что ли еще как бы. Вот это какой? Ну механический верстак. Вот его же все сталкеры еще. Или какой-то другой. То есть говорят, вот не знаю где верстак. Ну вроде механический. Я пока еще ни разу ничего не крафтил. Но у меня сталкер не под это заточен. Рецепт жгута. Резиновая ткань. Клей. И пп. Светцовый пластик. Вот и свинец. Пригодился, да? Шанс успеха 50. Рабочие пороги. Вот это еще пока непонятно. Рабочие оборудования. То есть сюда нужно еще инструмент кладить, да? А где-то нужно положить и аккумулятор. А чтобы положить аккумулятор, его сначала нужно собрать. В общем, заморочка еще та. Подожди. Пачки. Вот стерильная ткань, да. Как-то ее можно делать, а вот как пока не знаю. Ее надо, во-первых, купить сначала, да? Так, ну, в общем, механический верстак тут. Так, портной, что есть на продажу. Ну, здесь ничего нет. Мы же смотрели сто раз. Продать тоже. А, продать, кстати. 177. Берет мясо. А ты? А ты не берешь. Во как. Котелок, бутылочки. Хочу поработать на станке. Так, ладно, что есть на продажу. А что у нас шкуру? По чем тут? По 7 тысяч нет, лучше гурмана дадим. Ноги. Ну, тут, в принципе, вот, скинуть мясо, чтобы перегруза не было. Перегруз все равно есть. Да, перегруз есть. Ну, все остальное мы лучше гурман отнесем. А мясо? Мясо. Все, погнали. Перегрузом, но пойдем. В общем, ловить нам тут больше нечего. Не выполнили ни один из квестов. Хотя, вот, принесли этот мох. Уже хорошо. Значит, пока мы не научились ее делать. Я смотрю, она везде нужна. Ну, со временем научимся. Или на доске онку. Два рецепта мы купили, больше вроде ничего нет. Да, нужно я эти все, конечно, рецепты себе купил, этому сталкеру, но другой сталкер у меня будет этим заниматься. Поэтому мы сейчас потихоньку бегаем так же, если где есть репутация, там, то-то и сё. Покупаем рецепты, но их не изучаем. Но они у меня изучены. Я же не знаю в дальнейшем, вдруг этот сталкер у меня станет ремонтником, там, а тот будет выживать. То есть, поэтому я изучаю этому сталкеру рецепты и беру второй рецепт другому сталкеру. Как-то так. Ну, понятное дело, пока простые. Каким-то там сложные рецепты я по два покупать не буду. Вот, я купил на Тунгуске. Там, за тысячу, что ли, рецепты. Ну, за тысяч очков торговли. Так, блин, пауки. Я забыл. Пауки с той стороны. Ладно, пойдем тут. Вот, я его не стал этим сталкером изучать, я его сразу другому отдам, пусть он изучает. Ну и понемножку. Е-мое, ну и дерево. Понемножку буду ему ресурсы скидывать, которые нужны. И он будет пробовать крафтить. А там посмотрим, что получится. Нет, это не те пауки. Нам нужны... Дровесину, кстати, возьму. Это ресурсы всегда нужны. Нам нужны не эти пауки. Нам нужны большие. Но возвращаться с перегрузом обратно, мы что-то не хотим. Отравил меня кучишка. Поэтому пойдем здесь пробежимся, это мы где идем. А, они что-то как раз и ходили. Плюс-минус. Может быть тут будут большие пауки. Но если нет, то пойдем туда, где мы видели, вот здесь в черных. Попробуем их покошмарить. Но в этот раз с пулеметом. С Сайгой не справляюсь. С Сайгой не справляюсь. С Сайгой не справляюсь. Деревья, конечно, мощные. Только интересно, как они тут попали. Если тут одни ели стоят, смотрите. А тут дерево вообще другой конструкции. То есть, по идее, оно росло-просло и вдруг завалилось. Но если тут одни такие деревья, откуда такое дерево появилось? Вот вопрос. Но это зона. Так, нет, это зона маленькая. Не то. Так, канистру. Канистру, говорят, можно с ацетона. Вот если у тебя есть канистра с ацетона, как-то их разобрать. Типа. И получается пустая канистра. Я не знаю, не проверял, но посмотрим. Ну, вернемся. Вот. А бывают кабаны пустые. Казна раз не приходит. Так, нам нужно... Куда-то лучше. Кто-то умер. Ну, не пропадать же добро. А вот патроны мы выкинули. На нафиг. Валим-валим, а то схомячат нас тут. Ну, что такое? Потому что мы выкинули нафиг. Рассаживаем. Валим. Валим-валим, да? так ладно не будем рисковать возьмем сразу пулик и короб на 200 новенький зарядил патроны скин да чет я привычки бегаю с патронами но здесь на окрестностях столько не надо тоже я еще периодически накрыться к приходишь надо наверно раздеваться каска нафиг тут особо не нужно носит и никуда там не идешь по квестам бегать пучков подстреливать шлем снял газика выкинул можно даже более легкий броник одевать ну да как вариант потому что с этим перегрузом конечно все stalker бегают плюют я больше чем уверен так ну где вы выходите я готов теперь то вы меня не убьете выходи хотя не ну так не делал ну-ка выходите давай-ка этом они уже появятся новые пока мы там бегаем туда-сюда но нет ладно не будем ждать и я этого не люблю поэтому пойдем на гурман действительно разденемся как-то по-легкому оденемся на про тот экипировки особо нету но от наверно другого stalker забрать там легкие штаны там штаны то и вид все остальное как бы мелочи надо просто оружие сменить да на более легкая пулик вообще убрать взять там он искать метка валяется а потом у stalker разорвать ладно пойдем горелым уходим так горелый но гурман муспе горелый примерно так это у нас короче где тот в этом доме но я не уверен на гурман сбегать скинуть потому что бежать точно же горелый пластика канистра да погнали тогда на гурман а то с этим перегрузом ну ёма сколько в принципе окрест можно с одной сайгой беру что-то скорострельно конечно да вот в этих случаях как раз можно пистолет пулемет брать но я их все продал но у меня есть калаш у другого stalker я заберу ну что третье у меня там лежит но это к бандитам эти тоже не а вот папаша я думаю будет прям а чё я же со сталкерами не воюю чем поэтому дробовичок и папаша прямо будет на этом самый смог тем более с папаша не бегал не знаю как он хорош нехороший уж вообще сейчас огонь машинка ну давай 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 сталки я же еще собрался видите у меня контейнер с артефактами я собрался арты продавать ученым ну и как бы с этими контейнерами мы и бегаем но вот сейчас надо было их выложить поэтому нас вот такой перегруз и вот эти ну вот ей на гурмане давай-ка продадим им большой хабар по 15 все равно 60 раньше было лучше конечно не спорю сама по 2 все грибочки ну вот 73 ты заработали вроде выбежали а 73 до новичка мы сейчас думаю нормально так вот по окрестностям побегать достигнем самом из к с пострелять кабанчиков полутать их ну конечно прокачка не то будет но все же все же при упорстве можно свободно денежку там на патроны еще на что-то заработать но раньше так нельзя было пробежаться и заработать 100 тысяч круг говорят копейки столько сейчас подороже все таки раньше другие чуть заработки были о все наконец-то мы бежим сейчас мы избавимся от всего чего нам не нужно так во первых патроны нафиг идут лес так это тоже но контейнер я возьму все равно к ученым идем тут у меня все по минимуму давай-ка вот это скидем железа но железа это не квестовой надо скинем так рецепты билет тунгуску вот stalker добрый дядька мне прислал плюс он же мне как раз и прислал вот эти травы идут у всякую прикольно так ладно где тут нас канистры вот канистр вроде говорят ее разобрать как-то и она типа они смотри и воду превратил вино вы собрали необходим количество предметов пластиковая канистра а так стоп у меня была отдельно канистра нам не нужно ничего себе переливать а где же ацетон он теперь в другой канистре что или у меня его не было а вот канистры да они у меня просто были до этого еще до обновления зоны они находились в разном хламе еще удивлялись нафига это канистру нужно вот она кстати по квесту мы собрали так ну что все можно двигать сейчас посмотрим еще задание так прививка потом ну с паучками разберемся сухпай татарину взяли аномальный рюкзак отнести бинты для охотника это моя ткань так все твои детали понятно в данной с окрестностей это литовский но у капитана шперлинга заберем лишь нашим так наблюдать и ждать татарина в общем понятно окрестности здесь побегаем сходим горелому и потом на болоток татарин так а что скидывать ну теперь скидывать не будем ну а если мы кабанов опять на лутаем что же поделать значит на лутая патроны я скинул чуть-чуть немножко спать того что у нас есть хватит потом оружие пришлю буду и легкую экипировку буду в ней бегать броник же тоже весь то есть примеру да вот его же можно снять сколько он весит кило у нас 8 и 5 его можно и тут по окрестностям одень какой 6b 3 да вообще можно блин разгрузку одеть десантников там с карманами и бегать в ней легкая хорошая тут такой броник на кресле тех действительно не нужно до зона идет все меняется приходится приспосабливаться разберемся а пока крыс вот кстати крыс бегаешь стреляешь лутаешь ну-ка так вес починит вот этот на два пальца надеюсь починит тогда мы пойдем и крыс постреляем и хвостов на лутаем ой собачки как страшно так мы бежим горелому так то я без перегруза шустры довольно таки бегаю я по максимуму прокачат так в общем если все верно информация верно то он где тут в этой девятиэтажки на последнем этаже но горит он не разговаривает но не факт так а сколько тут домов открыто не подъездах блин пойдем с первым начнем более без лифта так ну вот мы и говорят некоторые квартиры зачет обставлены так ладно нам не по квартирам ходить 9 этаж юма это если информация точная а может быть он не на 9 может нет на седьмом все квартиры обшариваю я долго шариться тут не буду не найду его плюнуть пойду я насчет этого особо не заморачиваюсь потом уточним информацию вернемся какой этаж не пишут 8 как это не пишет где-то на кухне бухает кто-то тут стреляет так ну в общем здесь его нет точно ну да он со стрелял ну сталкеры хорош 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 успокойся не тут никого а кто стрелял а может быть охрана горелый он же без охраны не ходят по любому пару военных будет он не на девятом а можете это просто обычный сталкер стрелял так ну ладно будем проверять информацию то что он на последнем этаже тут нету но там были еще подъезд а может быть соседнем подъезде стреляли кстати да тут же я думаю ничем особо не изменилось то ё-моё я после обнову заметил такую тему не знаю как объяснить но давайте зайдите на гурман и зайдите к в доме к этим к ремонтникам и к ремонтникам во всем и спустились так вот зайдите в доме к ремонтнику и обратите внимание что раньше вот такого не было сейчас когда выходишь ты врезаешься в косяк то есть он как-то там нелепо не может повернуться из первого раза не выходит из домика он в режиме вырезается но персонаж сам в косяк куда-то там в потолок и вот там немножко надо по юлить повозиться и тогда ты попадаешь проход мне кажется это из-за того что от персонажа удалили и он теперь вот в таких пространствах русских плохо себя чувствует и поэтому сейчас по подъездам лазить это просто жесть он как-то врезается то в потолок то стены раньше такого не было то есть они тут поменяли а саму физику передвижения по узким пространством они походу не поменяли и вот теперь он как-то криво косо как-то так вот ходит прям жуткая теперь по подъездам особо не повозишь я и раньше особо не любил опа рядовой водовозов все значит второй подъезд или первый подъезд дома то считается с той стороны но если по старому рядовой водовозов старого подъезд заглянул не думал что кто то есть по хатам шаримся значит мародерствуем никак нет проверяю состояние сантехники в доме заливаем не тут ладно если так товарищ сержант они с ребятами на последнем этаже он вроде ждет как вот stalker тебя часом может меня давайте сопровожу сопроводи о прикольно и мы на девятом этаже ты кто ты тоже рядовой можно самому подняться в общем да информация было верно 9 этаж просто мы не знали в каком подъезде а ну ничего так ничего так ты тут устроился лучше чем там около какого-то заброшенного гаража ты всю жизнь тусовал теперь вроде так сержант ну чё ты говоришь теперь бывает в общем не под не починили еще но зато мы теперь знаем где горелый какой злобный типус фото на память погнали то есть я вот взялся доставить могу но не работает но сдаваться не будем а ну все что нам тут теперь справка прививки так паутина это понятно блюдо не работает татарин сухпай аномальный рюкзак все а назад что назад самому кабели вытянули а чё назад самому значит туда сопровождают а назад ладно потопали все теперь к юрке сейчас заскочим рюкзак ему отдадим потом попробуем справку о прививке взять многие stalker говорят с этим проблема какая-то но я раньше давно давно оставил сейчас надо перевакцинироваться наверное справку взять а то не будут наемники ученые в лаборатории на окрестностях общаться с тобой я там был мне сказали он справку возьми и потом можешь уже с нами работать чувак чё тут все спокойно сантехника в норме пошаримся немножко по хатам было к чему мародерствует уже до нас все растащили она погнали отсюда горелый пока не работает о тут виду нарисовался но его кто-то оперативно за кошмарю так это я это явно оперативно за кошмар он не спокойно кладбище засчиталось так барабашка хочу барабашка вот он яшка барабашка напрямки пройдем да я думаю да проскочим что ничего не нашли печально и напрямки не пойдем пойдем через дворы там собак полно вдруг не получится отбиться нафига рисковать хотя тут я смотрю собаку да тут собаку взять то же самое сайгу сайги они прям отлично убиваются и лутаях тут этих собак немерено вот как раз можно и получить а чип и потом дальше прокачать ну это как-нибудь собраться да сделать но я особо не хочу другой стороны да я посмотрел у меня 400 уже с чем-то там поэтому бегая по зоне я рано или поздно наберу эту ачивку а вот с обыском нас будет конечно попыхтеть это ведуны а кто еще у нас обыскивается лешие всякие разные кого-то еще добавили ждана у вас а бесов вот бесов можно кошмарить обыскивать патронов на фига о воды надо набрать с воды маловато с тремя фляжками бегаю но это как с каравана пришел все таки хотя три фляжки я не потратил надо наверное одну скинуть слишком дофига я с собой таскаю таберман больно-больно так яшка смысле некогда я не к тем подошел юра барабашка держи свой рюкзак что-то не унывай так все это вот это яшка а это юрка посинел правда ну да ладно давай креста плотаем пока синева сейчас сойдет а то охрана пристрелит ну и пойдем поставим прививку надеюсь с этим проблем не будет и уже рванем на болото а чё нам не пора ли наверно шлем одеть фига нам с фонариком бегать то светло на улице тоже верно все нормально все прошло погнали в город любич починили а хорошо ах ну вот мы в городе любич особо не изменилось кроме того что больше машин стал разброс так на втором этаже же они тусуют получено задание прививка от неизведанного о думал вы напомните добрый день рад вас видеть здраве так это нам так есть тема для разговора мне нужна справка прививки работает справка кому вы эту справку предъявить хотите я потребовал начальник охраны из лагеря ученых в окрестностях вот как очень интересно вас это удивляет на не пожалуй нет в конце концов они же работают в опасной местности меры предосторожности не помешать если они нанимают людей страны наверное наверное их самих тоже прививали у меня не было окази пообщаться с лен с членами этой экспедиции так сказать лицом к лицу но из того что мне известно у них хорошая материальная база и достаточно опыта чтобы придерживаться регламентов безопасности получается вы не поддержите связь я думал вы работаете вместе ну не все люди белых халатах работает в одном так сказать институте ваши знакомые представляют не государственный научный фонд мы же являемся подраздели подразделением анб то есть академии наук экологической безопасности при комитете снг коллективной безопасности вообще так как вы уже должны были слышать пребываем здесь по линии красного креста забота здоровье людей наш перечитая миссия в местностях проблемной экологии так понятно так что там со справкой дадите так вот возьмите справку так ну все дали нам справку это хорошо теперь мы можем идти к шперлингу и там каким квеста взять блюда для буча я знаю там в общем и вроде там все как бы работает так что посмотрим по выживаем перерывах когда будем сюда наведываться на окрестностях так справка есть ну все давайте посмотрим куда нам теперь татарин бинты такси твои детали в принципе да на болото к татарину а потом к ученым ну рванули пока солнышко светит посмотрим может какой хлам интересно продается крыс кто-то продает еще собачьи головы запасы старые инструменты будет удалено подожди будет будет удалено универсальный набор инструментов а вот мы смотрели крафт в деревне белых там как раз иконка была универсальных набор инструментов или это не те наборы инструментов блин не поймешь комендатуру любите тысячи у нас ого го чё там продаешь что-нибудь покупаешь хвосты по 21 рубль за пучок себе оставлю хотя этих хвостов ночи для ладно валим на тут ловить больше нечего в дк мы заходить не будем там тоже ловить нечего ну там был один stalker который мы на заданном делали и белом относился но теперь его там нету куда-то свалил а стопы курьеру давай зайдем попробуем взять новые задания время-то много прошло кстати да ну вот эти письма письма всякие я все сдал кроме вот письма горелого он не хочется но пока разговаривать все в делах он только переехал ему там обустраиваться надо не до записи а другие может быть работают я все что у меня было сдал кроме горелого до справка прививки письмо курьера горелому припасы для бобра до попробуем взять новые может быть новые сработают но чтобы бесплатно перелет был там но не бесплатно дешевый или теперь эта тема не работает ладно посмотрим так ну что письмо нужно доставить кому доставить горелому митики митики а митика у нас где на тунге то есть получается на тунгу по идее может быть дешевый перелет но если эта тема заработать я думаю может быть это у меня были но записки до обновления я их сдал сейчас вот беру уже новый после обновления ну проверим работает нет митика да но митика на тунге на тур все верно так ладно все погнали тут ловить нам больше нечего на болото мне нужно ружу постараюсь так а как пойдем о так вообще отлично нам нужно вот сюда зайти но это потом зайдем а как бы нам лучше тут обходить долго так обходить а вот тут проще с этой стороны поднимемся и наискосок а а потом сюда а потом сюда мы погнали или с той стороны подняться мы же можем на гору подняться чё ты тупишь стал давно тут не бегал погнали тогда с этой стороны вау злобные псы убежим от них но вот сейчас не знаю раньше крысу съел и втопил сейчас конечно мы какое-то время будем шустренько убегать но потом а потом на них stalker все хана им но тут у зона чё что-то поделать тут не слышно чтобы они гавкали наверно stalker переключить нам хорошо а вот stalker не знаю как не будем про паучков забывать это эти вроде паучки чуть побольше да нет вроде те же самые ланды 0 тут уже stalker зачистил около и моряка там пауки вот тех больших на попробую рано или поздно не будем прямо сильно заморачиваться насчет этих паук рано или поздно мы конечно все это сделать вот на получи вот конечно с виду нами тема прям зачетная а чего не ходит по всей зоне бродит тем более не такие какие-то непонятные местные волшебники там появились там еще телепортируются но и бывает перед тобой телепортируется тема прям офигенная нужно быть готовым как погнали сразу на деревень на холм и забежим ну тут рядушка бои и здесь не особо страшно аномалий хотя они похожи но здесь попроще 1 2 верно идем так не знаю где деревья на холме находится перекусим немножко есть захотел заберем оп 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 обошли под осинах их заберем о древесина а то мы бегаем бегаем еда потихоньку то закончится а кстати тут а блин заборы что-то исправили персонаж теперь уже так не может прыгать как раньше тик на ходу запрыгнет это пояс сталкеров косухи понемножку делаю с возьмем точку сохраняя здесь у грязного юрия и пойдем на баллон перед возвращением на тунгуску я же планирую то вернуться на визу ведь делать особо нечего на земле тоже а вот караван я хочу дальше исследовать посмотреть что там но глубже зайти все таки пока не получается но перед тем как туда идти надо будет на визу и сбегать я думаю пофармить верлеок ну красных чтобы лапы верлеочи добыть полкану про запас там эти верлеок полно фарме не хочу чисто лапы штук сто оформить для квестов уже можно топать ладно бежим на болото в ведунчик появился оказалось какой ведунчик и ведуны уже мерещится трава всего как-то издалека это дед ветка так stalker хорош завязывать зону ходить надо отдохнуть малеха а то везде ведуны у тебя там так пойдем там же теперь и моряка то нету ну да по привычке туда по этой дороге идешь типа комарьку дойдем точку сохранения просто все дела и морек ты теперь переехал там теперь нам ловить нечего ничего скоро адаптируемся уже понемножку привыкаем к нынешнем реалиям еще немножко адаптируемся и как было раньше забудь мы будем вспоминать где-нибудь за посиделками у костра но не более того что пойдем через верлёк а чё у нас пулек есть и это не тунгуска так что пойдем оси сожрут а если сожрут пойдем еще раз газик опа успел 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 чуть-чуть хапанул конечно тут же эти отравления так ну где верлёки выходи по одной посмотрим какие у них лапы я как-то внимание обращал после того как вот тонгутку посетила вот начал уже внимание на лапы обращать у каких верлёков какие лапы но по идее должны быть лапы молодой верлёки но у красные тоже должны быть лапы красные а нет лапы молодой а нам по квесту надо именно лапы верлёки но это надо идти на визури там с лапами полный порядок ух ты вот он остров бандитов думаю мы тут не утонем зато тут можно залезть на этот зачетный ствол и вот тут прям фармить а да их тут особо нету там он сталкер стреляет о надо местных будет еще паучков погонять посмотреть может быть местные тоже подойдут так мы не добыли же по квесту я думаю да на болотах надо немножко тормознуться перед тем как идти к ученым и пофармить местных паучков посмотреть выпадет что-нибудь все мы на болотах о кресло так давайте для начала татарин поговорим о наших делах ты хотел сухпай вот может быть один надо да держи большой бывает так принесли ему вот отчет от круглого забирай могу снова нет отчета мы брать не будем мы просто взяли проверили работает работает так давай шкурник как ремесло процветает вдоль я согласен о вернули квест шкурный интерес охотника вызывали отлично когда я был и этого диалога не было а может быть нужно было снова поговорить ну с татарином то есть сухпай принести вот это все начальные мини квесты и потом появился этот может быть из-за этого то есть я не знаю я вот один раз отчеты отнес сухпай принес как раз для этих целей в общем появился это супер так где там у нас так 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 шкурный интерес охотника вызывали что теперь нам нужно здесь шкур кабана 10 хитиновых плотин и 10 собачьей шкур дается 150 тысяч денег опыта 57 тысяч люди с болот плюс 100 репутация черный рынок плюс 50 люди с болот плюс 200 лагерь шлейма чем минус 200 и нож охотничий деньжат поменьше в общем квест вернулся отлично но теперь проблем не будет со шкурами но вот с другой стороны теперь непонятно смотрите 10 шкур кабана если давать у гурмана там 15 с копейками то есть получается где-то 150 даже 160 тысяч получится а тут награда 150 всего лишь но нужно еще 10 хитиновых плотин принести и 10 собачьих шкур собачий же тоже денег стоит тоже на то же получается раньше этот квест был прибыльным но если все самому добывать а сейчас если все самому добывать тоже на то же выходит ну кроме опыта конечно ну и нож охотничий я вот тоже посчитал его продаешь как бы ну ладно хорошо квест появился будем выполнять один раз то по любому выполним а там посмотрим так поторгуем давайте посмотрим что у тебя тут есть аптечка покупаем рецепт покупаем эти для другого сталкера тут у меня репутация это нормально а у того сталкера нифига нету настойка травяная настойка аир ладно пока она нам не нужна но будем знать что у нас если что есть так и воду превратил в вино давайте пластиковую канистру местному жителю отнесем хитрец так ты спирт меняешь на подушку альфа взяли посылка хитреца в предыдущий раз мы появились о вернее получили этот набор инструментов вот он такой же прикольно мне понравилось квест пробраться в круг ко мне оставить рюкзак хитреца у камня в северной части то есть пробраться туда пройти бросить рюкзак потом вернуться забрать награду нормальный квест а вот и болотник у меня есть канистра бывает нужно проникнуть самое сердце химмогильника и набрать в канистру загрязненную воду из большого водоема в центре но это наберем не проблема теперь канистра я так понимаю стала да квестовая мы там будем все равно к ученым пойдем отнесем ну и кто у нас остался тут еще да в принципе все со всеми пообщался человек с болот ремонтник пойдем посмотрим что у ремонтников в продаже а вот простой инструмент то что мы видели в городе Любич это будет удалено а картинка такая же а вот простой инструмент как раз нужен для ремонта так здесь во первых нужно купить набор для ремонта костюмов и противогазов у меня же тот чувак ремонтником хочет стать понемножку понемножку не спеша поэтому давай мы ему купим а то фиг узнать сейчас просто продается а потом за очки торговли за очки торговли правильно но все остальное можно на гурмане купить ну а этот инструмент уже с очками торговли а давай пока не будем покупать хотя вдруг увеличится а вдруг уменьшится в общем за очки торговли пока не будем ничего покупать когда вот приспичит тогда придем и купим когда будем уже что-то крафтить пока не будем как бы вот куда поставить чтобы она мне и выживать особо не мешала да и чтобы каждый раз диалоги не закрывал и вот их не раздвинешь то можно было вверх поставить вот да срочно нужно сворачивать и тогда будет удобно повесил свернул так а что у нас тут лежит открывай хранилище хитин есть у нас на будущее так это все сталкер отошлем хотя он и сам мог со прийти купить ну да ну ладно раз уж купили сразу посылку сделаем придет обрадовать вот у меня кстати какая-то посылочка шкуры кабана что я сюда прислал не знаю прислал прислал вот будет для квеста так давайте посылку создадим тогда нашу горе ремонтнику на кухню гурмана да базовый нам торопить некуда ну и на этом наше сегодняшнее выживание закончено к ученым мы пойдем уже в следующий раз я здесь хочу потусовать охотиться на верлек немного хотя мне лапы молодых не нужны но тут же можно репутацию нормально набивать охотиться сдавать все это дело ну вот к примеру давайте мы лапку сдадим что у нас тут есть ну вот эти все части мутанта что-то конечно по квесту но я думаю мы еще набьем хитин конечно и так часто падает но все же вот допустим лапки паука а отлично четыре очка торговли шкура кабана еще четыре очка торговли лапа верлеки два хвост за хвост не дают за хитин а за хитин не дает туда обойдешься хвост на себе оставил а замедальон не дает ну в общем да паучьи лапки кабани шкуры лапа молодой верлеки я думаю и другие верлеки тоже подойдут вот 10 очков торговли то есть здесь в принципе сдавать хабар и тут смотрите шкура кабана 15 тоже тысяч то есть как у гурмана то есть не обязательно гурмана тащить то есть тут кабанов полно охотиться сдавать здесь хочешь по квесту ну там по деньгам и примерно посчитали одинаково получится но опыт хочешь так сдавай вон лапы паука там блин пили их пили пили тут этих пауков немеренно все нормально хитин вот он не принимает ну хитин по квесту оставим так что здесь если что набить можно блин а че я сразу не сдам бегу у меня отображается типа что по квесту а я все никак не сдам сталкер не тупи принимай шкуры пластина хитиновая пока все ладно на этом точно все следующую ходку мы пойдем к ученым